ПЕСНЯ Однажды Георгий Данилья пришел домой, сказал ей собрать вещи и освободить квартиру. Пожилая женщина приехала к матери, но это неприятность, а трагедия у Любови Соколовой была впереди. Любовь Сергеевна родилась в 1921 году в Иваново-Вознесенске. Будущая народная артистка до войны стала студенткой педагогического института и факультативно бегала на актерские курсы прелинфильмы. Курс вел Сергей Герасимов. Там же девушка познакомилась со своим первым мужем Георгием Араповским. Их любовь была очень трагическая. Они поженились в мае 1940 года. Молодые мечтали, строили планы, но пришла война. Все рухнуло в один момент. Георгий умер от голода на руках у Любы. Девушка в состоянии шока под бомбежками и по льду Ладожского озера зимой 1942-го смогла покинуть осажденный город на Неве. Она на пересыльном пункте стала работать санитаркой, перевязывала раненых. После снятия плакады Люба Соколова поступила в ГИК. Институт тогда был в эвакуации в Алма-Ате, а в 1946 году уже начал сниматься в послевоенных фильмах и служить в театре киноактера. Этому театру Любовь Сергеевна отдала всю свою непростую жизнь. В 1957 году за ней стал ухаживать молодой режиссер Данилия. Под обаянием и натиском Георгия Люба не устояла. Они стали жить вместе, не узаконивая свои отношения. В 1959 году у Пяры родился сын Николай. Жизнь с режиссером сложилась тяжело. Данилия был на 10 лет младше, о его романах судачила вся Москва. Но Любовь Сергеевна все прощала, была рядом, когда он лежал в коме. Известный режиссер после 26 лет совместной жизни выставил супругу за дверь. Однажды он пришел домой и, не глядя жене в глаза, сказал, что у него есть другая. Попросил собрать вещи и съехать из его квартиры на чистых прудах. Любовь Соколова в слезах отправилась туда, где жила ее старушка-мама. 26. Роковое число для известной артистки. Через год случился самый страшный удар. В 1985 году, в возрасте 26 лет, при невыясненных обстоятельствах погибает ее сын Николай. Он закончил институт и стал режиссером. Его работы высоко ценились критиками и театральной общественностью. Но, опять это но. Богемная жизнь в начале 80-х, что это? Чего не хватало Николаю? Сын связался с религиозной сектой, перестал общаться с родителями, друзьями. В то время, когда отец снимал кинзадза, а мама играла в очередном фильме, Николай распевал песноспение на квартире, где адепты собирались пообщаться скрытно от милиции. В одной из таких квартир его бездыханное тело и нашли. Причина смерти была не установлена. Мы не можем себе представить, что переживала Любовь Сергеевна. В 63 года ее выставляет муж за дверь и практически сразу погибает сын. Николай женился рано и успел оставить после себя двух дочек, Риту и Алену. Только внучки помогли артистке, сыгравшей более 400 ролей в кино, вернуться к жизни. Потихоньку Любовь Сергеевна стала работать и ездить с творческими вечерами по стране. И тут опять трагедия. В 1994 году две подруги-артистки Любовь Соколова и Майя Булгакова ехали на концерт. Машина врезалась в бетонный отбойник на МКАД в Москве. Водитель погибает сразу, а сидевшая за ним Майя Булгакова через пять дней в реанимации. Любовь Сергеевна тоже была в реанимации, но поправилась. Последствия аварии очень сказались на ее здоровье. Только внучки помогали бабушке до самой ее кончины. В 2000 году Любовь Соколова включили в книгу рекордов Гиннеса как артистку больше всех в мире сыгравших матерей. А в 2001 году Любовь Сергеевна не стала. Светлая память. Если вы помните и любите эту артистку, оставляйте свои комментарии. Также подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить вывод новых роликов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...